друзья всем привет с вами канал владелец аквариума и я дима давненько не публиковал никаких видео связи с нехваткой времени вот сейчас появилась свободная минутка и кое-что вам расскажу речь будет не об аквариуме у меня один из подписчиков задал вопрос что же у меня в тумбе вот расскажи о содержимом своей тумбы не вопрос я сейчас расскажу ничего сверх естественно там нету но и секретов тоже нет поэтому давайте все-таки покажу габариты самой тумбы 1000 миллиметров ширина 500 миллиметров глубина высота 800 миллиметров столешница 50-ка крепкая надежная но столешница немножко больше она идет со свесом там по моему 40 миллиметров значит вот эта полочка на мне не используется для аквариума у меня тут ноутбук стоит который подключен к телевизору вот собственно вот этот отсек задействован и вот этот нижний давайте по порядку на дверях я разместил сачки которыми я иногда пользуюсь вот этим пользуюсь чтобы рыбу пошустрее поймать вот этим мелким ну раньше для креветок использовал два вида ножниц такие которые для всего использую и которыми там где-то достать в недоступных местах ну и пинцет закрепил я это все на простые органайзеры для проводов супермаркете можно такие найти вообще у каждого каждый пасовый может придумать себе крепление значит давайте дальше в тумбу питание в тумбу идет от розетки у меня тут идет подключен сетевой фильтр немецкого производителя брененштуль что лишь что-то такое он на 10 гнезд раньше у меня было три или четыре там тройных четверных в общем полный бардак был сейчас более-менее лучше ну что включено в этот сетевой фильтр ну первое это вот два блока питания 1 2 это лампы фито лампа вот блок питания подвешен контроллер и питание идет через контроллеры вот этот вот таймер механический к нему подключена система co2 и фито лампа вот к этому механическому таймеру вернее к этому таймеру цифровому стоп ребята я запутался дайте подумать что у меня я забыл что ли тут подключено так это у меня так цифровому таймеру у меня подключена система co2 к механике подключена фито лампа основная лампа соответственно идут через контроллеры им не нужен таймер у них есть таймеры свои до сначала включается фито лампа потом включается подачи co2 плюс минус все одинаково включается значит по системе co2 вот такой у меня редуктор санкт-петербург какой-то в рт у r66 сама пневма вот это вот аппаратура клапан дроссель это не комоции это обыкновенный китай который как мне сказали греется умеренно ну да вот держаться за него могу ну нагревается нормально тем не менее не критично кран регулировки вот такого плана тоже не какой-то навороченный все по-простому баллон 2 литра сюда я заправляю кило 400 кило 300 углекислого газа вот последний раз заправляли мне уже наверное прошел месяц как было вот шесть показывала 6 давление на этом манометре так и есть вот интенсивность подачи пузырьков вот такая до этого у меня стоял здесь простой обыкновенный клапан им и комплектовала система co2 но через него впоследствии стал отравить углекислота и предыдущую зарядку полностью я потерял стравила через него я приобрел вот такую штуку за 220 гривен довольно таки надежный и удобный подсоединил его через специализированный шланг и через вот этот вот быстросъем а тут уже обыкновенный все отлично ничего не травят все работает вот по фильтрам фильтра у меня стоят флювалы старичок 205 который был самого начала у меня был на 70 литрах потом он трудился вот на в этом 200 литровом сам и потом у меня подвернулся вариант взять новые 206 я их подключил они работают в паре большая часть на 90 процентов они заряжены лавой и немножко там их него родного синтепона крупнопористого грубо говоря они работают на биологию наверно больше чем на механику вот такая начинка тумбы с этой стороны ну тут у меня наборчик которым я измеряю параметры воды многие может быть думать что я совсем не измеряю но иногда я провожу тесты простые джи аж паш каш карбонатная жесткость но это для дроп чекера последний раз когда я проводил замеры это было 0 2 0 3 2020 года пузырь это пузырь пм это пузырьки в минуту 140 приблизительно я считал ну вот такие параметры были по h7 к h9 g h13 может быть на этой неделе проверю такие параметры кому интересно вот я не знаю даже что еще по этой тумбе рассказать все в принципе вот вот вся начинка блок питания для фитолампы если кому интересно вот смотрите маркировка 12 вольтовый 3 амперный ну так так же у меня тут подсветка есть все в этой части у меня корма подвешены но тут такие расходники прокладки для вы фильтра верхняя часть вообще не аквариумная в нижней храню как обычно наверное у всех есть плана ящик и тут все всякая всякая мелочь и прочее 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 всякий хлам аквариум который когда-то возможно пригодится может быть и нет приобрел я у артема будни аквариумиста вот такой дозатор удобрений думал приспособить но потом стал вопрос о том как же буду перемешивать удобрения и надо взбалтывать и процесс у меня стал скорее всего его подключу на подачу альгицида и фитогорма вот я вот это вот подаю практически каждый день вот такое сайдекс и вот сейчас такой фитогормон для растений вот вот и вся моя тумба а вот и мой аквариум вот ребята вы просили я сделал всем спасибо за внимание задавайте ваши вопросы комментируйте кому было интересно ставьте лайки всем пока